С помощью Божией мы продолжаем наше восхождение по лестнице добродетелей с путеводителем нашим, преподобным Иоанном Лесичником. И остается нам теперь уже самый последний участок. Сегодня три ступени, и завтра, даст Бог, уже и завершим. Итак, эти добродетели, о которых преподобный Иоанн говорит в завершении, они имеют свое особое качество, свою особую глубину, они, собственно, характеризуют уже глубинное благочестие и праведность человека. Первые ступени, это в основном было отречение от мира, плач о грехах, отсечение от себя греха, освобождение себя от грубых грехов, страстей, пороков, навыков. Там, наверху, вроде оно и почти то же самое, только уже иное качество. Двадцать пятая ступень. Об искоренении страстей в изочайшем смиренномудрие, бывающем в невидимом чувстве. Смирение, разве не с этого всего начиналось? В общем-то, с этого. Теперь же, на завершительных ступенях, мы опять с ним встречаемся. Оно так и бывает в духовной жизни. Не так, что вот мы какую-то добродетель приобрели, все, она у нас в кармане, с ней в порядке, все, пошли добывать следующую. Мы вновь и вновь возвращаемся к одной и той же добродетели, вновь и вновь возвращаемся и к противостоянию в том же самом грехе, но это уже качественно иной уровень. Это можно сравнить, скажем, как происходит обучение. В младших классах мы изучаем природоведение. И там про электричество нам рассказывают. В том, в средних классах нам опять рассказывают об электричестве. В том, в старших классах, там нам опять рассказывают об электричестве. А кто дальше учится и на младших курсах, и на средних, и так далее. И все одно и то же. Вот вроде молния сверкнула. Ну, понятно, что глубина постижения этого явления, она уже совершенно иная, хотя явление вроде бы то же самое, только на ином уровне. Так и добродетели, мы их стяжаем в начале, в середине, в завершении. Вот теперь преподобный Иоанн говорит о смиренномудрии уже на тех высших ступенях. Здесь у него и определения получаются несколько иные, и суждения об этом тоже несколько иные. Определение такое, некраткое, пространное, смиренномудрие. Все, которые Духом Божьим, во-первых, Иоанн говорит о святом смирении. А что бывает не святое смирение? Ну, конечно, ни святого смирения не бывает. Но все-таки то смирение, которому мы навыкаем в начале своего духовного пути, навряд ли можно уже назвать святым смирением. Там нам смиряться приходится, там порой нас понуждают к смирению. И это смирение в начале, это не столько добродетель, сколько признание своих грехов. Вот и смирился. Признался, что грешник, вот и смиренный. А по идее, признался, что грешник, да какой что смиренный. Ты просто хоть чуть-чуть до нормальным стал. Перестал зло называть добро. Это еще далеко не святое смирение. Святое смирение – это когда с обычной обывательской точки зрения вроде уже и грехов-то не осталось. И вот на том уровне все равно надо стяжать опять то же самое смирение. Святое смирение. Все, которые Духом Божьим водятся, да войдут с нами в сие духовное премудрое собрание, неся в мысленных руках богописанные скрижали разума. И мы сошлись, исследовали силу и значение чеснага оного надписания. Надписание – святое смирение. Что такое святое смирение? Сошлись подвижники, сошлись люди, которые уже где-то там, на 25-й ступени восхождения к небесам. И один сказал, что смирение – есть всегдашнее забвение своих исправлений. Смирение в начале – это как? О, здорово! Я больше не курю. О, здорово! Я больше не дерусь. Вот хорошо как. Я уже так и так смиряюсь. Я уже не вспыхиваю, когда мне говорят что-то сделать. Я уже не кричу сразу, а почему я? Вот. И так далее. И это уже успехи. Здесь один сказал, смирение – всегдашнее забвение своих исправлений. То есть, о чем идет речь? Мы от чего-то исправились. И мы уже этого и не замечаем. И это даже не представляется нам предметом, ну, какой-то радости. Тем более, какой-то гордости, что ли. Это уже естественное состояние. Тем более, исправление для человека, который активно занимается духовной жизнью, это ведь очень важно. И вот он исправился и даже не заметил, как это произошло. Он не помнит, не напоминает об этом никому. Другой, сказал подвижник, смирение состоит в том, чтобы считать себя последнейшим и грешнейшим всех. Эти слова, они православного христианина сопровождают всегда. Они в молитвах многократно, каждый раз перед причастием. От них же первый есмь аст. Но только на начальной стадии эти слова о том, что мы самые грешнейшие, они располагаются у нас на кончике языка. Они вовсе не в глубине нашего сердца. Пусть к нам кто-нибудь скажет, не то, что мы хуже всех, а что мы хотя бы что-нибудь чуть-чуть не так делаем. И это уже предмет вспышки или обиды, или злопамятства, или нежелание больше общаться с этим человеком. А святое смирение, это когда это чувство на самом деле имеет место. Тут, конечно, встают вопросы. Как может апостол Павел, которому вообще-то эти слова принадлежат, от них же первый есмь аст. Как он может считать себя хуже убийцы, казнокрада, насильника, прелюбодея и так далее? Это что, рисовка? Вот на начальных стадиях, на начальных ступенях, если новоначальный эти слова говорит, оно порой и правда рисовка. То есть мы рисуемся такими. Мы этого не чувствуем, мы этого не переживаем. Чтобы считать себя хуже убийцы, хуже какого-нибудь мародера, это не считая себя хуже такового. А вот здесь, на 25-й ступени, это становится реальностью. То есть сердце настолько униляется, и человек настолько видит других во свете, а свое ничтожество становится столь очевидным, что человек даже не напрягается при этом. Для него это очевидно, что он грешнейший из всех. И это реальное его чувство. То есть с кончика языка все это скатывается туда, в глубину нашего сердца. Иной говорил, что смирение и сознание умом – свои немощи и бессилия. Ведь, согласитесь, мы все знаем пределы наших возможностей. Вот это я могу. Вот это мне легко. А святое смирение – это когда человек реально знает свою полную немощь и свое полное бессилие. «А впрочем, не я, но благодать, которая во мне», как говорит тот же апостол. То есть если что-то и происходит благое, то человек реально, не умственно просто, а сердцем чувствует, что действительно это действие Божьей благодати. Нам же это кажется нашими собственными достижениями. Поэтому наше смирение, оно бывает еще далеким от этого святого смирения. Иной говорил, что смирение – есть познание благодати и милосердия Божия. Познание – это опять не признание, мы все это признаем, верующие. А познание, познать – это попробовать, вкусить. То есть когда человек действительно вкусил благодать и милосердия Божия, когда он действительно, это его пища, быть Богом помилованным и облагодатствованным, вот тогда уже святое смирение. Другой же говорил, что смирение – чувство сокрушенной души и отречение от своей воли. Мы можем поступать не по своей воле, как подчиняясь, покоряясь. Мы подчиняемся начальству, дети подчиняются родителям, там священник подчиняется епископу, кто-то на приходе подчиняется настоятелю, в армии подчиняются вышестоящему офицеру. Но много где мы отрекаемся от своей воли. Но если мы это делаем, это уже смирение, но еще не святое смирение, потому что это покорность. А святое смирение, когда человеку не надо напрягаться, когда для него это естественно, когда для него это светло и радостно, вот тогда это уже святое смирение. Ну, вот это мы подслушали разговор нескольких праведников, которые собрались и размышляли о том, что же такое святое смирение. Что же говорит об этом сам преподобный Иоанн? Сам он говорит о том, что смиренно-мудрия есть безыменная благодать души, имя которой только тем известно, кое познали ее собственным опытом. Ну, трудно и рассуждать. Смиренно-мудрия – безыменная благодать души. Бог сказано, смиренным дает благодать. Значит, можно теперь идти методом обратного, да? Значит, если смиренным дается благодать, значит, благодать – это признак смирения. Безыменная благодать души. Он даже не находит слов, как ее назвать, эту благодать. Вот это уже есть подлинное смирение. Святое смирение. Иначе преподобный Иоанн говорит, что смиренно-мудрия есть Божье именование. То есть смирение – это есть имя Бога. Может быть, безыменная благодать души, а имя Бога. Ибо Господь говорил, научитесь не от ангела, не от человека, не от книги, но от Меня. То есть от Моего в вас вселения и осияния действия, я как роток есмь и смирен сердцем. Христос говорит, научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. Вот, кстати, никогда не задумывались, а что значит смирение для Иисуса Христа? Мы смиряемся, когда признаем свою греховность. Смиряемся, когда признаемся, что наигрешнейшие. Смиряемся, когда покоряемся. Смиряемся, когда подчиняемся. А что значит, что Иисус смиренный? Понятно, что в этих всех смыслах, которые только что перечислили, подобных им смыслов, трудно говорить об Иисусе Христе. Это как-то к Нему не пристает. А Иисус все-таки говорит, не на ангелов смотрите, даже не на угодников Божиих смотрите, а смотрите на Меня, Я кроток и смирен сердцем. И поэтому преподобный Иоанн говорит, что смирение – это и есть имя Иисуса Христа. Это Он Сам и есть. То есть иметь смиренно-мудрие – это иметь Бога в себе. Таким образом, Он возводит это определение, кстати, Его не разъясняя. Вот я даже не знаю, нам стало понятно или не стало. Это, видимо, познается исключительно только опытом. Безымянная благодать. Ну, безымянная, ну что я теперь могу дальше сказать? Мне придется саму сочинять, то есть придумывать имена. А Иоанн говорит, не придумывай. Если ты только придумал, значит, это еще не то. То есть та благодать, которая за смирение, у ней даже имени нет. Ее даже назвать никаким способом невозможно. А с другой стороны, поскольку невозможно назвать, а Бог неименуем, невыразим, то вот смирение и есть имя Божье. Это и есть Сам Христос. Он кроток и смирен сердцем. Поэтому, я думаю, каждый из нас, вот это, что здесь преподобный Иоанн говорит о смиренномудрии, может тоже постичь только опытом. Потому что здесь мы уже встречаемся с вещами невыразимыми, с вещами неописуемыми и неименуемыми. Это Он Сам. И вот когда эта благодать вселяется в нашу душу, и когда мы уже действительно становимся учениками Его Самого, апостол Павел в одном месте говорит, подражайте мне, как я Христу. Это еще не есть святое смиренномудрие. А вот когда уже Он Сам, научись от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Вот это есть смирение. Такое определение дает сам преподобный Иоанн тому, что есть святое смиренномудрие. Ну, теперь так, немножко разбросанные мысли еще преподобного на эту тему. Всегда ли надо быть смиренным? Или не всегда? Смотрю, некоторые даже головой качают. Всегда. Кто-то говорит, всегда. Святое Иоанн пишет так. В том, кто совокупляется со смирением, не бывает ни следа ненависти, ни вида прикословия, ни вани непокорства. Три сравнения, да? Причем, смотрите, не говорит, что в нем не бывает ненависти. В нем не только ненависти нет, в нем даже следа ненависти нет. Ну, вот, медведь прошел. Нет медведя, но следы его остались. А тут и следов нету от ненависти. Вот это и есть смирение. Тут тоже можно себя испытать. То есть, нам бы хорошо, если бы самого медведя не было. А чтоб еще и даже и следов никаких не было. Второе. Ни вида прикословия. То есть, смирение – это когда мы прикословим. И опять он не говорит, что чтобы не было прикословия, а чтобы даже самого вида, чего-то похожего на прикословие, и то в нас ничего такого не было. Вот, кстати, слово «смирение» означает «с миром». Когда я что-то принимаю прикословие, то это не есть смирение. Я могу покориться, но прикословить при этом. А смирение – это если я принимаю с миром. А тут он говорит, не только если ты принимаешь с миром, но даже и вида прикословия не должно быть. А третье – ни вани, то есть запаха непокорства. То есть, не только нет непокорства, а даже запаха непокорства нет. Вот бывает уже тоже предмет отсутствует, а запах его еще сохраняется. Вот и этого, чтобы, и духа твоего, как говорится, чтобы тут не было, а не только тебя, чтобы тут не было. Вот это смиренное, мудрее уже святое. Но Иоанн говорит об одном исключении. И, кстати, только об одном. А ну-ка догадайтесь. Как? Если против Бога, как? Перед злом. Ну, видимо, не смиряться перед злом – это не есть смирение, это есть отвержение зла. Конечно, всякое зло мы должны отримуть. Скорее всего, это какое-то бранное, какая-то бранное добродетель, воинственное, а не смирение. Преподобный пишет, «Разве только где дело идет о вере?» Вот один случай, когда нам можно не смиряться, когда мы можем прикословить, бунтовать, быть непокорными и так далее. Это если речь идет о вере. Известен случай, когда кто-то встретил одного отшельника и говорит, что, «Слушай, ты чего-то много лжешь? Ты лживый?» Тот говорит, «Да, отче, прости, я лживый. Слушай, ты гордый, горделивый? Да, я горделивый. Ты блудник?» Тот говорит, «Да, я блудник. Ты еретик?» Тут он выпрямился и сказал, «Нет». А вот это никогда не было. Это Аввагофон. То есть, в любом грехе, в котором его обвиняют, он смиряется. Он с миром внутренним даже принимает эти обвинения, нисколько им не противоречен. Но когда его обвинили в ереси, то он отринул и даже заклял именем Божьим, что никогда этого не было. То есть, разве только, где дело идет о вере. Вот здесь кто-нибудь скажет, «А ты не православный?» «Да, я не православный». «А ты неверующий?» «Да, я неверующий». «Ты не христианин?» «Да, я не христианин». Правда, мы иногда такие слова говорим по смирению. Хотя, если честно, мне не нравится. Как бы этим имею в виду, я не достоин именоваться христианином. Я не достоин именоваться быть православным. То есть, христианины православные это далеко не то, что я. Но все-таки вот как-то мне ближе о вагафон. То есть, если речь идет о вере, то здесь мы не смиряемся. Власть ли этого требует? Государственная власть, вот советское время, да, запрещали веру, там запрещали то, другое, третье, все в конце концов запрещали. Вот здесь верующие могли не смиряться. И те, кто не смирились, те сейчас новомученики, исповедники российские. Вот разве только где дело идет о вере. А во всем остальном мы смиряемся. И не надо слишком-то напрягаться, оправдываясь и доказывая, что я не такой, как ты про меня думаешь. Я намного лучше, чем ты говоришь. То есть, гораздо проще сказать, я хуже, чем ты про меня думаешь. Если бы ты знал на самом деле, какой я, ты бы не то еще сказал. Вот кроме веры, здесь можно быть несмиренным. Ну, несмиренным в смысле, как он говорит, что непокорству. Этому мы не покоряемся. Потому что тогда мы покоряемся дьяволу. Невозможно пламени происходить от снега. Да? Не бывает, чтобы снег воспламенился и стал источником огня. Еще более невозможно быть смиренно мудрой, виноверном или эритике. Исправление это принадлежит одним православным, благочестивым и уже очищенным. Вот это интересная вещь. Невозможно быть смиренно мудрой, виноверном или веритике. Получается, что не может быть смиренного орианина, смиренного свидетеля иеговы, там, смиренного адвентиста, баптиста или как. Почему не может быть? Что у них все такие гордецы, горделивые и не могут быть смиренными? Как думаете? А? Что? Атеист может быть смиренным? А, баптист не может, а атеист может. Интересно вообще-то. Атеисты могут быть смиренные. Нет, не могут. Нет, не может быть Богом. Смиренный тот, с которым есть Бог. Совершенно. А, не по определению. Иоанн говорит, что смиренным может быть, смирение принадлежит одним православным, благочестивым и уже очищенным. чему еретик не может быть смиренным? У еретика нет Бога внутри, вообще Бога побойтесь так говорить. В сталинское время, скажем, те же баптисты, адвентисты, пиесятники пострадали не меньше нашего. У них тысячи и тысячи мучеников, которые сохранили верность Христу, за веру отдали свою жизнь, прошли тюрьмы, лагеря, пытки, расстрелы и не отреклись. И говорит, что у них нет Бога, вот это не смирение. А? А кто сказал, что в них не действует Бог? Тогда интересно, что в них действует? Пьяницы перестают пить, наркоманы перестают наркоманить, блудники перестают блудить, вот, в баптистских семьях по 5, 7, 10 детей это норма. Это все достигается без Бога. Тогда как бы и ладно, тогда Бог не очень-то и нужный. Поэтому вот тут надо быть поаккуратнее, когда говорить о таких людях. Говорить, что у них нет Бога, это в лучшем случае наше недопонимание, а в худшем случае наша гордыня. Вот, потому что не без Бога они исправляются от греха, не без Бога они сохраняют верность Христу, не без Бога не в 90-х годах, а в 50-х годах они основывали воскресные школы и имели громадное молодежное движение, которое у нас сейчас еще нет. И говорить, что им все это удалось без Бога, тогда Бог как бы не очень нужный. Нет, есть там действия Божьи, все это есть, а смирения нет. Интересно ведь само название протестанта, потому что в ересе, виноверии в самом корне в начале заложен протест. Протест против церкви, против священства, против, вот само это против изначально. Вот верность Богу есть там, добродетели есть там, все это есть там, неправда, что этого там ничего нет. А что, у старообрядцев добродетелей нет? И там Бога нет? Много Бога у старообрядцев, у старообрядцев. А смирение там есть? А там с самого начала все началось с бунта против иерархии. Точнее, не с бунта, а с несогласием с иерархией. Отказались подчиниться священоначалью, согласились быть без священства, но лишь бы вот в чем-то не уступить. Пусть даже в этом в чем-то они были по многим позициям правее, чем то же самое священное начало. Но исходно протест. Поэтому все раскольники и протестанты, они в своем духе содержат протест. Все, что угодно. Со смирением там очень большая проблема. Какое там есть смирение? Человеческое, обывательское, его там может быть много. Вы можете познакомиться с людьми, они живут среди нас, мы с ними общаемся на работе, по соседству еще где-то. Очень вежливы, очень уступчивы, очень такие добрые, вроде бы смиренные, но подлинного смирения нет. Потому что в самой закваске, в самом исходе, в самом истоке протеста. Вот этот добродетель, эта ступень невозможно там. К одному из рассудительнейших братьев бесы приступили, очевидно, и ублажали его, пишет преподобный. Но сей премудрый сказал им, если бы вы перестали хвалить меня в душе моей, то из отшествия вашего я заключил бы, что я велик. Если же не перестанете похвалять меня, то из похвалы вашей вижу мою нечистоту, ибо нечист пред Господом всяк высокосердый. Итак, или отойдите, чтобы я почел себя за великого человека, или хвалите, и я посредством вас приобрету больше смирения. Сим обоюдным изречением они так были поражены, что тотчас же исчезли. Но бесы нас хвалят, это всегда так бывает, да? Я еще не успел сделать какое-то дело, как я уже себя поглаживаю, какой я хороший, как я хорошо сделал, здорово. То есть лукавый меня уже хвалит. И преподобный говорит, вот если бы вы пристали меня хвалить, вот тогда бы я мог подумать, что я велик. Но раз вы меня хвалите, значит, я еще совсем не велик, я даже не чист. Ибо не чист пред Господом всякий высокосердный. Притча 16 глава пятый стих. То есть бес теперь задумался, что с ним делать-то сианом лестничником. Если я его буду хвалить, чем больше я его хвалю, тем больше он убеждается в своей собственной нечистоте. Потому что он знает, что похвала удел нечистых. Так, я его перестану хвалить. Но ведь тогда он точно смириться. Что мы с ним делаем? Видите, преподобный Иоанн запутал лукавого. Как ни поступи, все не в его пользу. И тогда результаты просто исчезли. Для преподобного Иоанна это был реальный опыт. Это была не просто словесная эквилибристика. Это были не просто какие-то нравственные такие опыты. а это была некоторая реальность. Поэтому если мы поддались на похвалу, значит мы нечисты сердцем. Вот и все так, что когда есть похвала в самом себе даже ты ее слышишь, так и скажи себе ну и нечисты сердцем. Потому что если бы ты был чистым сердцем, то этого бы не было. А если этого не будет, у тебя реально тогда есть возможность смиряться священная двоица любовь и смирение скажите, что вперед? Так, любовь, смирение, смирение, все-таки любовь, любовь, смирение. Что вперед? Любовь. Ну и теперь давайте проверим, были мы на 25-й ступени или или нет. Священная двоица, любовь и смирение. Первая любовь возносит, а последняя вознесенных поддерживает и не дает им падать. Благодаря любви мы восходим. Любовь возносит душу к Богу. Но ведь тот, кто возносится, ему что легко сделать? А чтобы не упасть? Смирение, да? Когда строители поднимаются наверх, они сначала что делают? Леса и все способы предостережения или альпинист. Сначала он предпринимает все условия, создает чтобы не упасть. И только после этого начинает восходить вверх. А мы сразу лезем вверх. Потом сильно падаем. Любовь, которая не на почве смирения, она как ни странно не служит ко спасению. Любовь всем нравится, начиная от влюбленных. А смирение никому не нравится. Но любовь без смирения очень опасная вещь. Любовь возносит, а смирение поддерживает вознесенных и не дает им падать. Поэтому опасно любить без смирения. вот те же влюбленные любят. Но любят же. А смирение есть? Нет. Дальше что? Через год? Через неделю? Через три года? Где как? С каким успехом? да? То есть любовь, которая не опирается на смирение, она возносит. И действительно люди полюбили друг друга, те же юноши и девушки. Вот. Это вознесло их, но они совершенно не могут находиться на высоте любви. Они впадают в блуд, в прелюбодейство, в страсти, в ненависть. Сегодня я без тебя жить не могу, завтра я с тобой жить не могу. Вот. Ну вот так. Поэтому смирение логически получается изначально. Смирение это альфа, а любовь это омега. Вот. И это глубинная такая позиция православного благочестия. В этом, кстати, православные видят отличие себя от католиков. А то мы все говорим там про римского папу и еще про что-нибудь. Там всегда говорится о любви, а смирение там даже читаешь когда таких святых как Тереза Авилийская и других это такая экспрессия, такая динамика любви, а православные такой любви боятся. Они даже говорят это та самая любовь, которая завтра в ненависть превращается или с которой ты завтра впадаешь в грех, потому что нет смирения. Православный он и любит смиренно. Он и любит смиренно. Маленькая деталь, уж совсем не с 25 ступеней лестницы. Горько кричать нормально? На свадьбе? Ой, нет, а вы что делаете на свадьбах? Только кричите горько. Вот православный и любит смиренно. И вот это бесконечное выставление своих поцелуев, он поцеловал и так, и так, и таким способом, и другим способом. Ну, знаете, вот меня хватает минут на пять, на десять, дальше я уже не могу. Вот. Если оказываешься на свадьбе. любовь, она должна быть тоже целомудрена, кратка, смиренна, она не должна быть кичлива, она не должна выброжать. Причем даже в храме положено жениху и невесте что сделать? Поцеловать друг друга. Да, да, есть тот момент, уже в самом конце венчания, я не знаю, все ли священники это практикуют, но в требнике это прописано, что жених целует невесту. То есть, это правильно, но мы-то несколько часов всякими разными способами, я не знаю, что, увлажаемся или кайфуем, или что, я не знаю. То есть, вот этого, конечно, быть не должно. Поэтому вот так. это было о смирении. Вот это святое смирение, то есть, как вы уже уловили, от первого смирения, которое нам нужно, чтобы попрощаться с грехами, надо взойти к этому смирению, которое нам необходимо, чтобы встретиться с Богом. Первое смирение, чтобы помахать ручкой миру, до свидания. А второе, чтобы встретить его самого, потому что иначе мы это не можем. Вот это божественность, святое смирение, которому уже на высших ступенях восходят праведники и подвижники. Ступень двадцать шестая. Казалось бы, ну, сейчас вообще что-то будет такое-такое. И почти с некоторым разочарованием. О рассуждении. Тьфу, что рассуждение? С детства рассуждал. Вот. Эко не ведали рассуждать. Уж это-то я умею. Хомо сапиенс, как-никак. Вот. О рассуждении. Здесь же о чем говорится? О рассуждении помыслов и страсти и добродетелей. Да, рассуждать мы все умеем. И математику, и грамматику, и много чего еще другого мы выучили. Рассуждать мы умеем. Но рассудить в помыслах, страстях и добродетелях, достигшей седины старости, порой так и не научаемся. И если у нас в церкви принято почитать старцев, то что умеет делать старцы? Ну, без чего не старец. А? Вот, если, например, не делает чудес, может быть старец? Может. Если не воскрешает мертвых, может быть старец? Может быть. Вот. Ну, если не является жестким аскетом, ну, допустим, ест один раз в неделю и так далее, может быть старец? Может быть. А если не может рассудить в помыслах, страстях и добродетелях? Ну, тогда это не старец. Старик? Да. Но не старец. То есть и к старцу-то мы идем в первую очередь не для того, чтобы полюбоваться на великопостника, чтобы удивиться каким-то чудесам, ну, в конце концов, самим получить какую-то чудесную помощь. Часто, кстати, именно из-за этого люди ищут старцев. А на самом деле то, что в православии именуется старцем, это в первую очередь рассуждение помыслов, страстей и добродетелей. Ну, вот возьмем, например, ну, Авруси Оптинский. Совершал много чудес, но как-то не написано. Вот Иоанн Кринштадтский, да, он совершал много чудес, да? А про Авруси Оптинского, ну, вот не написано. Изучил он много наук, но тоже не написано. Был ли он жестким постником? Ну, если взять его художественное отображение в братьях Карамазовых у Достоевского, то чай пил с чем? с вареньем. Не помните там, что ли, как он, филаретом или тот-то, аскет? Нет, другой-то, другой. Вот, он возмутился, как так, чай с вареньем, видите ли, пьет. Вот тебе еще старец тут нашелся. Вот, то есть преподобный не был ни жестким аскетом, ни великим чудотворцем, но он был всероссийским преподобным. И даже среди всего сонма 14 оптинских старцев, ну, пользуется, пожалуй, наибольшей такой известностью и популярностью. А что в нем было такого? А вот это рассуждение помыслов страсти и добродетелей, в которых мы с вами окончательно запутываемся и не можем разобраться, что к чему и почему, откуда и зачем и для чего. Рассуждение определение преподобного Анна Лесвичника. Рассуждение он берет в новоначальных, в средних и в совершенных. Вот видите, опять одна и та же добродетель проявляется в начале духовного пути, в середине и уже на высших ступенях. Что есть рассуждение в новоначальных? Это истинное познание своего устроения душевного. О, нам бы хоть бы новоначальными стать. То есть не ложно истинно видеть, как я душевно устроен. Ведь люди находятся в самообольщении. Им кажется, что вот они такие. Мне кажется, что я такой. Я в этом даже уверен. Я даже умею в этом убедить других. У меня даже разработана некая система, как я это делаю, чтобы убить других, что вот я, например, милосердный, что я такой-то, что я другой-то и что я третий. Так вот, новоначальный это тот, кто подлинно видит себя таким, какой он есть. То есть, это тот, кто подошел к зеркалу и сказал, ба, да я же чумазый. Вот это рассуждение, святое рассуждение новоначального. Увидеть себя наконец не таким, каким я сам себя нарисовал. Из нас, из всех писателей фантасты на этот счет хорошие получаются. Вот. А увидеть себя таким, каким я действительно есть. В средних рассуждение есть умное чувство, которое непогрешительно различает истинно доброе от естественного и от того, что противно доброму. То есть, если начальное рассуждение это увидеть себя таким, какой я есть, а значит, увидеть себя нуждающимся в покаянии и в оплакивании своего состояния, то среднее рассуждение это уметь видеть и различать то, что противно доброму, то, что есть естественное доброе и то, что есть истинно доброе. Ну, ладно, противное доброму от доброго, что такое хорошо, что такое плохо, да? Кто там, Маяковский или кто-то нас еще этому учил. Вот. То есть, это вроде мы как-то с детства нам мама рассказывала про это. А вот, что есть различение естественно доброго от истинно доброго? Вот это на средней ступени надо уметь различить, рассудить между этим. Естественно доброе это то, что мы имеем по природе. А каждый из нас по природе имеет естественно доброе. кто-то например невозмутим, кто-то быстр на всякое дело, кто-то терпелив, вот, и так далее. Но это естественно доброе. А мы покупаемся на это во какой я. Если мы на это покупаемся, то значит мы еще не имеем этого среднего, этой средней рассудительности. Истинно доброе от естественно доброго. Вот это надо отвечать. Мы уже с вами на каких-то ступенях помню об этом говорили, что некоторым людям от природы что-то свойственно. Есть люди от природы послушливые. Они вообще не умеют быть непослушными. Я видел таких. Это доброе? Доброе. Но это естественно доброе. А истина добрая? А истина добрая это то, что дается благодатью. Это то, что приобретается вопреки наличия в нас порока. Вот если мы свое непокорство благодатью Божией превратим в послушание, вот такая послушливость будет истинно доброй? И отличать естественно доброе от истины доброго, это есть рассуждение на второй ступени, рассуждение среднего. А в совершенных что есть рассуждение? В совершенных рассуждения есть находящийся в них духовный разум, дарованный божественным просвещением, который светильником своим может просвещать и то, что есть темного в душах других. Рассуждение это такой духовный разум, который дается исключительно божественным просвещением, не естественным, а благодатным, который просвещает темное в других. в других. Вот если люди ссорятся, к ним кто-то подошел, они перестали ссориться. Люди огорчены, к ним кто-то подошел, они утешены. тьму 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 в других людях превращает в свет, то вот тогда в нем есть это совершенное рассуждение. это уже исключительно благодатное свойство, которое дается Духом Святым. Это первое определение рассуждению, которое дает преподобный Англесвичник. Дает он еще второе, другое определение. Или же и дает другое определение. Рассуждение в общем смысле в том состоит и познается, чтобы точно и верно постигать божественную волю во всякое время, во всяком месте, во всякой вещи. Оно находится в одних только чистых сердцем, телом и устами. То есть второе определение преподобного Анна сводится к тому, что рассудительность, рассуждение это когда человек постигает божественную волю. Вот согласитесь, мы с вами очень часто не знаем, чего от нас хочет Бог. А поскольку мы верующие, нам хочется поступить по воле Божьей, но еще бы мне кто-нибудь сказал, в чем она заключается. Так вот, подлинная рассудительность это если человек умеет распознать волю Божью. Вот это и есть рассудительность. Это то рассуждение, которое на 26 ступени лестницы. Не то рассудительность, которая действительно как хомо сапиенсу нам дана, которую мы по определению имеем. Мы с вами не животные, не растения, не овощи. Мы действительно имеем разум, и наш разум способен рассуждать. Это проявляется уже в раннем детстве, для этого мы ходим потом в школу, ну и так далее. А вот когда мы умеем распознать волю Божью, вот тогда есть рассудительность. Если мы ее еще не умеем познать, то говорить о том, что мы имеем дар рассуждения еще рано. По крайней мере, это еще не то рассуждение, которое на 26 ступени. Можно быть доктором богословия и не иметь вот этого рассудительности. То есть можно быть доктором богословия, то есть эрудитом, исследователем, который исследовал определенную тему и достиг определенных результатов. Но понятия не иметь вот об этом рассуждении, о котором говорит преподобный Анн Лесевич. И наоборот, можно быть простецом в науках, а иметь вот это самое рассуждение. То есть как-то легко видеть и понимать, чего хочет Бог. Когда чистая совесть, когда чистое чувство в человеке, вот тогда человек может рассуждать. Помните у того же Пушкина гений и злодейство, что две вещи несовместны. Казалось бы, да почему, разве не может быть злой гений? Ну, не знаю, в каких смыслах злые гении могут быть, в каких-то, наверное, могут быть, но Александр Сергеевич говорит, что гений и злодейство две вещи несовместны. Это говорит о том, что зло, оно лишает человека разума. Я не буду называть имя, потому что это, когда говорится широко, нехорошо. Я как-то восхищался, еще будучи студентом, одним из великих наших советских физиков. А человек, уже опытный преподаватель университетский, он вдруг мне ответил, так он же вел грешную жизнь. Я даже не ожидал. Я ж не про то. То есть, если человек вел грешную жизнь, как он мог быть умным? Я тогда это задумался. фактически тот преподаватель, он получается интуитивно, хотя он, между прочим, был неверующий, он интуитивно рассуждал о том, о чем здесь говорит преподобный Иоанн, что рассуждение это не оскверненная и чувство, совесть и чистое чувство. Только на этой почве человек может рассуждать свободно и вообще может рассуждать. Если совесть осквернена, если чувство нечистое, то разум туп, скудаумен. Человек тогда не может рассуждать. И если он начинает рассуждать, то едва ли ошибкой будет сказать, а лучше б и не рассуждал, хоть вид мудрый бы тогда у него был. Преподобный говорит о том, что бесы выкапывают нам три ямы. Вот какие три ямы? Во всех деланиях, которыми мы стараемся угодить Богу, то есть это уже не те ямы, которые строятся нам в миру. В миру много ям, в которые может пасть человек и падает человек. А здесь речь идет о тех, кто старается угодить Богу. Вот таковым бесы копают три ямы. Первая яма. Во-первых, борются, чтобы воспрепятствовать нашему доброму делу. Это первая яма, в которую мы можем упасть. Мы решили сделать доброе дело. И тут непреодолимые препятствия. то есть они препятствуют нашему доброму делу. И дальше мы говорим, я этого не сделал, потому что это было невозможно. У меня появилось препятствие. Вот препятствие перед совершением доброго дела есть первая яма. Бумс, в нее упал, доброе дело не сделано. Вторая яма. Во-вторых, когда они всем первым покушением бывают побеждены, то есть несмотря на препятствия, мы все равно это доброе дело делаем, тогда стараются, чтобы сделанное не было по воле Божьей. Ладно, не мешайте, делай свое доброе дело. Но чтобы это доброе дело было не по воле Божьей. Это интересно. Оказывается, и добрые дела бывают не по воле Божьей. Иногда мы делаем что-то вроде бы доброе, хорошее, а Бог не хотел, чтобы мы это делали. Но вы знаете, что это бывает в хозяйственных даже делах, на работе это бывает, да? Человек приходит счастливый и докладывает, что он пересадил деревья. А ты не хотел, чтобы их пересаживали. И ты знаешь, что этого делать было ни в коем случае нельзя. хотя бы потому, что не то время года. А он то счастливый, он же сделал вроде как доброе дело, но это было не по твоей воле. Вот и мы часто, или мы не в свое время сделали доброе дело, или мы его не там сделали, не так сделали, не для того сделали, и так далее. То есть на доброе дело тоже еще должна быть и воля Божия. И вот это вторая яма, которую копают нам бесы, когда мы делаем добрые дела. Ладно, раз тебя не остановить даже препятствием, делай, но только ты будешь делать мартышкин труд. Много добрых дел, которые никому не нужны и не приносят пользы. А если воры эти и всем умышлением не получат успеха, то человек несмотря на препятствия все равно делает, а делая доброе дело, он имеет рассуждение, чтобы это дело было по воле Божией, а не от ветра головы своей я, тогда уже тихим образом приступивших к душе нашей ублажают нас, как живущих во всем Богоугодно. То есть ну ты молодец, ну вот надо же. Все препятствия преодолел. Дело не по своей воле, а по воле Божьей. Нет, ну ты молодец. Только делают они это очень тихо так, вкратчиво, а мы так чувствуем какую-то благостность внутри самого себя. И эта благостность может быть той третьей ямой, в которую падает человек, который совершал доброе дело. Как с этим бороться? Первому искушению, то есть когда препятствия идут, сопротивляются тщание и попечение смерти. То есть чтобы противостать, чтобы не попасть в первую яму, для этого надо иметь тщание, то есть старательность, напористость, настойчивость. при первом препятствии не опускать руки. И казалось бы, при чем тут? Попечение смерти. То есть когда мы думаем о смерти, тогда вдруг все препятствия перестают быть препятствиями. Ведь что-то является для нас препятствием от того, что мы хотим хорошо в жизни устроиться. А если мы думаем о смерти, у нас препятствий нет. Второй яме, то есть когда не по воле Божией повиновение и уничижение. Ну, понятно, все делать по послушанию. Не по своей воле сделал, натворил добрых дел и пришел еще и докладываться. А лучше бы ты этих добрых дел и не делал, да? Поэтому, чтобы вот в эту вторую яму не упасть, тут повиновение, уничижение, послушание являются орудиями. А третьему, то есть, когда вот это благостное ублажение в нас, всегдашнее укорение самого себя. Всегдашнее укорение самого себя. Какое бы доброе дело не было сделано, и после этого укоряй себя, ибо я негодный, как там в Евангелии, неключимый раб. вот и все. Ум, достигший духовного разума, мы говорим о рассуждении, да? Непременно облечен в духовное чувство. В нас ли оно или не в нас, но мы должны непрестанно об нем заботиться, искать его в себе, ибо когда оно явится, тогда внешние чувства всячески перестанут обольстительно действовать на душу. И, зная это, никто из премудрых сказал, и божественное чувство обрящийше. Премудрость Соломона, 2 глава, 5 стих. О чем говорится? Ум, достигший духовного разума, он облечен в духовное чувство. Вот у нас есть люди чувственные, люди чувств и люди ума, да? Есть люди эмоций и есть люди разума. Так вот, подлинное рассуждение, оно как в одежде обличено в духовное чувство. То есть, не может быть святое рассуждение без чувства. Холодный разум еще не есть божественное рассуждение. Да, но и чувства-то какие? Чувства, сказано, духовные. В нас ли оно или не в нас, но мы должны непрестанно о нем заботиться, искать его в себе. Это духовное чувство. Потому что, когда оно явится, тогда внешние чувства всячески перестанут обольстительно действовать на душу. То есть, смотрите, есть духовное чувство, а есть внешние чувства. Внешние чувства, они обольстительно действуют на душу. И вот, когда мы говорим о людях эмоциональных, о людях чувственных, это в первую очередь люди искусства, или даже, скажем, это богема, это обольстительные чувства. Да, эти люди живут эмоциями, они все в чувствах, но это внешние чувства, и они действуют обольстительно. обольстительные. А когда появляется духовное чувство, то преподобный говорит, что вот эти обольстительные чувства, они перестают действовать. И тогда появляется духовное чувство. И вот это духовное чувство есть одежда, в которую обличено подлинная рассудительность. мы говорим о гениях, о талантах, о лауреатах таких-то и таких-то премий и так далее. А фактически, что мы восхваляем и что награждаем? Вот эту самую внешнюю чувственность очень часто и достаточно обольстительную. И обольщаемся. Хвалим друг друга, превозносим друг друга и так далее. А духовное чувство его нет. Хотя человек, как существо духовное, все-таки даже и в богеме все равно ищет духовное чувство. Все равно вот эти внешние чувствительность, она как-то дешевая. Хотя мы на нее покупаемся. И дорого за нее платим, кстати. И если она есть, то, конечно, еще ни о каком рассуждении речи быть не может. Но вот это его суждение. Преподобный о рассудительности написал здесь почти столько, сколько о всех остальных ступенях вместе взятых. А объем невероятный. Тут что-то его принесло. Может быть, наверное, был рассудитель. Когда преподобного Антония Великого спросили Авва, а что главное для человека? Все-таки много всего. Что главное надо, чтобы душу спасти? Казалось, такой великий святой, что бы он сказал? Сказал бы, что любить надо, или наоборот, что смиряться надо, каяться, или что. А Авва сказал, рассудительность нужна. Потому что если у тебя нет рассудительности, то смирение твое будет ничто, и любовь твоя будет ничто. Ну то есть голову-то теряй, не теряй. А уж совсем современным сленгом, ну крышу-то пусть не сносит. А вы знаете, в духовной жизни ее очень сильно сносит. И это реальности. И вот чтобы ее не сносило, вот это и есть духовное рассуждение. Когда человек сохраняет разум, и когда во всех добродетелях он умеет хранить то, что нужно, и стяжать то, что нужно. преподобный говорит, некоторые, не зная почему, ибо я не научился своим мнением любопытствовать и испытывать одарования Божьих. Так сказать, по природе наклонны к воздержности или к безмолвничеству, или к чистоте, или к скромности, или к кротости, или к умилению. Мы уже говорили, да, что надо уметь рассудить между естественным добром и подлинным добром. Вот у некоторых все вот эти качества и правда есть. Причем посмотришь на них, не шибко то они верующие, и не очень-то они потрудились, не очень-то они воцерковлены, а вот есть у них эти качества. Вот оно у них есть и все. У других же самая почти природа сопротивляется с тем качеством. То есть посмотришь, ну ему и талдычат, ему и говорят, его и воспитывают, его и наставляют, у него и верующие родители, у него и очень такой духовник, всем духовникам духовник, вот, старец Божий. И ну ничего, как будто у него как специально всему этому сопротивляться. Но они нисколько не принуждают к себя конным, вот тех, кто противостоит. И хотя иногда и побеждаются, однако их, как понудители естества, вот если теперь они понуждают, я похваляю больше первых. То есть те, которые и малой доли не стяжали от того, что имели первые, но они это стяжали, противостоя своему противоборству. им говорят, я отдаю предпочтение перед первым. Но я про того, сколько на корабле вам уже рассказывал, да? Вот. Или нет? Ну да. То есть видите, есть люди, которые воспитаны, спокойны, вежливы, приветливы, где-то даже и по природе. А этот мужик, он посуду колотил, на пол ее швырял. Но по природе он был убийцем. А вот все-таки голову-то не разбивал, а только разбивал посуду. И этого, говорит, я похваляю больше первых. И вот тут опять рассуждайте, как часто мы говорим, хороший человек, плохой человек. А может быть, этот плохой человек на самом деле вообще злодей, но он всего лишь плохой человек. А этот хороший человек, он от природы хороший человек. И тут слова Писания сбывают, могут сбыться, и будут последние первыми, а первые последними. То есть уже в Царстве Божьем мы вдруг увидим этих гораздо выше, чем тех, потому что те задаром пользовались дарованными им вот этими состояниями, добродетели. А этот вот из кожи вон лес для того, чтобы хоть что-нибудь приобрести. Ну, дальше преподобный говорит не столько о рассуждении, сколько рассуждает. Вот в этой своей ступени, я это все уже пропущу, но вот здесь попалось на глаза. Кто вначале не жил в повиновении, тому невозможно приобрести смирение, ибо всякий сам собой научившийся художеству кичится. Вот как важно пройти школу смирения. А послушание, о чем мне слушаться, я и сам научился. Вот все, кто не прошли школу послушания, но приобрели художество, но они им кичатся. Вот как важно проходить послушание. Почему в церкви на этом все построено на послушании? Ну вот это рассуждение. Сомневаться в суждениях это хорошо или плохо? У меня суждение и тут же сомнение. сомневаться в суждениях и долго не решаться на избрание чего-либо из двух. Бывает у нас такое? Одно из двух и я никак не могу решиться. Есть признак непросвещенной свыше и тщеславной души. То есть иногда преподобный если честно убивает. Лучше б я не читал. А я-то думал, что ну вот я вот такой вот что я не фанатик что-то да я рассудительный я рассуждаю я умею подвергнуть я знаю что такое самокритика или что ну вот лучше б не читал. Ну вот он написал здесь да то есть если я долго не могу решиться на что-либо из двух то это признак того что я не просвещен свыше. Ну помните Буриданов этого посла да да и я тщеславный вот последний особый но он не просвещен свыше я понимаю ну да был бы я просвещен свыше я бы быстро рассудил пойдешь направо как там в сказках то найдешь налево все найдешь да то я бы быстренько рассудил все-таки направо или налево не идти но это еще признак не только непросвещенной души свыше а это признак тщеславной души тут конечно надо долго опять думать вот преподобный иногда и говорит но а почему это так видимо тщеславие не дает человеку решиться ну понятно если здесь значит я только решаюсь на этот вариант опа я лишусь того-то 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 нет я пойду туда я выбираю тот вариант хоп так у меня же не будет этого этого и этого то есть тщеславие мне не позволяет решиться на что-то потому что в любом варианте из двух я что-то потеряю не бывает такого чтобы решая одно решаясь на одной из двух я чего-то не потерял вот так не бывает не бывает вариант в котором все плюсы и тщеславие не позволяет мне решиться так что видите как полезно иметь просвещение свыше и смиряться душа смиренная она посещаема духом святым и человек даже с легкостью распознает что и где вот это святая рассудительность так следующая ступень потому что эта ступень его нескончаемая 27 о священном безмолвии тела и души а теперь что называется помолчим вот это будет 27 ступень умолкни умолкни пред богом твоим восклицает пророк сафония что есть безмолвие безмолвие тела есть благочиние и благоустройство нравов и чувств телесных безмолвие же души есть благочиние помыслов и неокрадываемая мысль то есть молчать можно телом и душой безмолвие тела видите он здесь в первую очередь говорит вовсе не о том чтобы не разговаривать безмолвие это когда у нас все благочинно все благопристойно в наших нравах и чувственных то есть когда мы все выстроили ну теперь уже 27 ступень все это уже выстроено определено расставлено по полочкам вот это безмолвие тела когда все добродетели на своих местах вот так а безмолвие души это когда в благочинии пребывают не телесные чувства а помыслы и когда мысль Божья неокрадываемая когда ее у нас никто не может украсть то есть когда мы начинаем говорить когда у нас украдено святая мысль вот тут и остапа понесло а когда есть святая мысль тогда нам не надо говорить вот это есть безмолвие любитель безмолвия имеет мужественный некий строгий помысл который не дремленно то есть не засыпая стоит в дверях сердца и приходящий помысл убивает или отражает безмолвствующий в чувстве сердца знает сказанное мною а кто еще младенец безмолвии тот сего блага не вкушал и не знает то есть ему и говорить про это толку нет то есть строгий помысл который не спит а всякие помыслы их убивает мы мучаемся от множества всяких помыслов вот значит никакого безмолвия покоя никакого нет то есть святое безмолвие оно может быть даже в грохочущем зале в каком нибудь еще как-то когда тебя не тревожат помыслы а когда тебя тревожат помыслы ну соответственно безмолвия нет духовно разумный безмолвник то есть святое безмолвие не имеет нужды в словесных наставлениях мы имеем нужду в таковых имеем значит мы еще далеки от безмолвия ибо он вместо слов просвещается самыми делами то есть бог сам его учит его не надо наставлять если человек уже безмолвствует в своем сердце в своей душе святой говорит о начале и конце безмолвия начало безмолвия состоит в том чтобы отражать всякий шум врагов как возмущающий глубину сердца вот вражеские помыслы вражеские голоса вот их надо всех погасить и отразить это начало безмолвия а конец безмолвия то есть омега в том чтобы и не бояться их тревог то есть смотрите начало безмолвия надо шумы погасить а конец безмолвия от тебя шумы не тревожат вот если мы нуждаемся в тишине то мы в начале безмолвия мы еще только начинающий а в конце тебя уже никакой шум не тревожит и не может уже вывести из состояния а теперь подумайте что есть когда человек вообще не терпит тишины когда включен телевизор когда здесь наушники когда при этом ты разговариваешь с кем-то а около уха сотовый да и человек не может без всего этого современный человек боится тишины боится безмолвия он не может ее слушать ему обязательно надо чтобы был какой-то звук я много раз сходил в дома и там какой-то звук спрашивал зачем ты же не слушаешь а я не могу мне надо чтобы там у кого-то радио там балаболит никто его не слушает но главное чтобы было то есть нужен звуковой шум человек боится тишины то есть тут конечно еще ни о каких 27 ступенях речь не идет не так спасается уединенный как живущий с другим то есть одно дело когда человек живет одинок а другой когда живет с другими он то имеет ввиду основном монахов но мы нашу жизнь рассматриваем ибо уединенный имеет нужду в великом трезвении и в неразвлекаемом уме это человек одинокий а сожительствующим с другими часто помогает брат а безмолвнику с поспешистой ангел то есть когда я живу с кем-то эти кем кто-то могут мне помогать а кто поможет безмолвнику а ему помогает ангел то что бог не оставляет его без помощи а людей нет тогда бог посылает ангелов не оставит же без помощи вот поэтому это считалось всегда великой доброзетелью глубина догматов неисследима ну то есть действительно кто может постичь догматы там о троице о боговоплощении о церкви и уму безмолвника небезбедно в нее пускаться вот для всех есть что-то опасно вот безмолвнику человеку имеющему внутреннее безмолвие говорит небезопасно пускаться в глубину догматов а искушение такое есть потому что безмолвник он же не рассуждает там ну просто о вещах развлекательных шоу-бизнес ему как-то особенно и не нужен и он углубляется догматой но это для него опасно потому что здесь можно и повредиться умом безмолвник разленившись ну бывает такое начинает говорить ложное некоторыми намеками побуждая людей чтобы они убедили его оставить безмолвие ну сам же не перестанешь тогда надо как-то сделать так чтобы другие тебе это предложили сделать ну наверное такое замечали вот иногда вот сам не решаешься прекратить какую-то добродетель тогда специально строишь ситуацию так чтобы тебе ну подсказали помогли это и оставив келью обвиняет потом в этом бесов не зная того что сам был себе бесом вот это вот очень неважно мы тоже часто все валим на бесов хотя сами себе были бесом затворяя дверь кельи для тела это говорит о том как важно чтобы каждый из нас имел в самом прямом физическом смысле уединенный уголок даже у собаки что есть конура в конуру хозяин и то и рукой своей не лазит и не заглядывает особенно так так если даже собаке нужна конура а человеку многие из нас не имеют этой конуры некоторые даже ну по внешним обстоятельствам человек обязательно должен иметь возможность закрыть за собой дверь даже молитва очень наш Господь как учит произносить когда что молишься затвори дверь и говори так отче наш иже иси и дальше затвори затворяй дверь кельи для тела то есть в этом есть необходимость у человека это очень значимо а некоторые люди этого не хотят им там делать нечего дверь уст для бесед то есть для тела закрой дверь кельи а для уст для бесед то есть мы любим поболтать мы бесконечно много говорим и в этом разговоре в этом обогащаемся или опустошаемся замечали за собой что много поговорив пуст опустошен какое-то внутреннее опустошение а внутреннюю дверь души для лукавых духов то есть смотрите три двери одна для тела дверь кельи вторая для бесед положи хранение устом моим и дверь огружения о устнах моих да великий пост поем а третья дверь внутренняя для лукавых духов чтобы они туда не попали интересно опять такое сравнение с предстоянием перед царем где-то уже мы тоже встречались с таковым те которых ум научился истинно молиться это первые глаголю с господом лицом к лицу как бы в уши царя говорят на уши царя но согласитесь немного людей имеют возможность прямо в уши царя что-нибудь говорить второй пониже уровень которые молятся устами те припадают к нему как бы при всем синклите вот царь там сидит вокруг него вся его свита все его окружение и тебя допустили перед ним говорить а пребывающие в мире когда молятся подобны бывают тем которые среди молвы всего народа умоляют царя ну то есть выкрик из толпы вот или выкрик из толпы или тебя пустили в палату царя но при синклите или ты имеешь возможность прямо на уши ему что-то сказать вот прямо на уши это есть безмолвник это это те кто разговаривает с богом вот так напрямую ну вот как мы молимся или это у нас наша молитва выкрик из толпы или мы ну как-то вот при всех или это в уши божьи влагается ага вот теперь опять лучше бы не читать только мы вроде разохотились кто входит в подробное тонкое рассуждение безмолвии тот вооружает на себя бесов они следят чтоб ты у меня болтал и как можно больше не вздумай помолчать и как только мы начинаем молчать они тут как тут ты что замолчал так у тебя что сказать нечего что ли что разговаривать разучился да еще других надо учить ты что молчишь давай вперед вперед вот то есть как только мы начинаем даже еще только подумали о безмолвии еще не начали безмолвствовать они уже тут как тут ибо никто лучше его не может объяснить их бесчиня и коварств то есть никто лучше безмолвника это не может так смотрю на время нам скоро безмолвие устроят вот о различных видах безмолвия кто почему безмолвствует причины самые разные некоторые входят в пристанище безмолвия или лучше сказать в сию пучинную глубину по невоздержности языка своего или по причине худых телесных привычек ну то есть человек видит что уже совсем разболтался невоздержан давай-ка я наконец начну себя прижимать немножко второе другие будучи весьма склонны к раздражительности и не могут ее удержать в многолюдстве поэтому идут в пустыню и начинают безмолвствовать то есть не от хорошей жизни третье от гордости считает лучшим плыть по своей воле нежели под руководством настоятеля вот это интересный народ то есть они безмолвствуют потому что лучше я буду по своей воле плыть чем по чьей-то кого-то слушаться вот я и уйду безмолвствовать то есть фактически в пустыню погнала гордость некоторые потому что посреди веществ не могут удержать себя от поползновения пристрастия ну не могу я равнодушно смотреть на все поэтому иду безмолвия иные потому что через уединенную жизнь желают приобрести большое усердие больше усердия тщания иные только для того для того чтобы тайно помучить себя за грехи ну не знаю есть среди нас такие или нет кто себя мучить за грехи пошел но в те века это было очень конкретно самоистязание и бичевали себя монахи там и все вот было такое иные же чтобы через уединенную жизнь приобрести себе славу о какой я безмолвник смотрите на меня то есть смотрите самые добродетели понуждают приобретать гордыни трироги бес как Иоанн говорит иные же наконец если только сын человеческий пришедший обрящет таких на земле то есть Иоанн даже сомневается такие есть или нету сочетались безмолвием для наслаждения любовью Божией для утоления жажды сей любви будучи влекомы ее сладостью то есть из всех этих безмолвников собственно только последние есть настоящие безмолвники а Иоанн сомневается что такие вообще существуют найдет сын человеческий когда придет найдет ли веру на земле то есть когда ты действительно безмолвствуешь исключительно только заради наслаждения любовью Божией и утоления жажды сей любви так ну ладно время ограничено поэтому уже и столько хорошо если ты радуешься о том что люди приходят к тебе в келью то знай что ты занят унынием а не службой Богу то есть не путать как будто бы это противоречит страноприимству да то есть это разные вещи потому что здесь говорится о том что о люди пришли во хорошо правила можно читать псалтир не читать молиться не надо уж тем более там еще безмолвие говорят существует вот как раз пришли ну и хорошо значит мы занимаемся не службой Богу о унынии но это конечно он говорит о подвижниках могущество царя состоит богатстве во множестве поданных а могущество безмолвника при изобилии молитвы ну то святое безмолвие это величайший дар и сихия и сихасты которые особенно стяжали афонские монахи есть много видов молитв очень много там механическая даже есть умная сердечная молитва духом святым но выше всех молитв есть безмолвие как и общение с людьми есть много видов общения мы можем смотреть на человека мы можем разговаривать с человеком у нас могут быть общие дела с человеком но настоящий друг это тот с которым можно вместе помолчать если молчание тягостно значит еще не друг а вот когда можно душа в душу помолчать вот это высшее и самое глубокое из общения мы можем долго молчать друг с другом это недолго удержать это состояние ну вот бывает даже раз сидишь разговариваешь и вдруг это бывает и тет-а-тет бывает и несколько человек и вдруг все замолчали и какое-то время тишина и она насыщенная а а если тягостная значит это совсем не так это со знаком минус а я как раз говорю о другой о благостной тишине и вдруг замолчали и все и больше нет слов и они не нужны и вот это состояние его долго не удержишь какое-то время проходит и опять уже кто-то первый заговорил и так и в молитве удержать состояние исихии то есть тишины наполненной богом это ну это трудно долго пребывать безмолвия я не знаю кто могут только великие видимо очень подвижники но если мы нисколько этого не можем плохо поэтому в нашей молитве ко всем видам молитв которые мы которые мы практикуем и должна быть это безмолвная молитва конечно не думайте ага хорошо батюшка нас научил и англесичников авторитет великий ну и все раз лампадку зажел все зажег встал ну помолчим теперь так сколько а ну хватит молчать чё уже все пора это не есть святое безмолвие это ты есть пустословие а есть пусто молчание это было пустое молчание оно не было наполнено богом как и слово есть то самое которое начале было слово и слово было бог а вот молчание которое есть бог это еще более тонкое состояние вот но оно должно быть И когда молишься, и вдруг это состояние приходит, и тогда смело прекращайте молиться, пусть это будет. И чувствуешь все. Если ты дальше будешь молчать, это будет пустомолчание. Значит, тут же продолжает словесную молитву. Как нельзя пустословить, так и нельзя пусто молчать. Природа пустоты не терпит. Сразу она начнется чем-то заполняться. И вот молчание, насыщенное божественным присутствием, вот это и есть святое и высочайшее безмолвие. Это 27 ступень святой лестницы. Как образовалась русская православная... Значит, завтра мы продолжаем и последние три ступени. Так что завтра, если даст Бог, мы восходим на вершину. Как образовалась русская православная автономная церковь? Русская православная автономная церковь. Как понимать слова... Так, там уже другой вопрос. Я не вполне понимаю значение вопроса. Если иметь в виду нашу русскую православную церковь, то она получила автономию в 1448 году. Это было при митрополите Ионе, когда он стал митрополитом московским и всея Руси. Это впервые русские епископы сами избрали первосвятителя московского и всея Руси. То есть церковь... Потом она была утверждена, это автономия, Константинополем. До этого Россия, Русская церковь была митрополией Константинопольского патриархата. Но настолько стала мощна церковь, что это однажды произошло. Но тут, кто интересуется более подробно, берите учебники по истории, читайте. Как понимать слова апостола Павла из его первого послания к Коринфянам? «Жало же смерти грех, сила же греха, закон». Жало смерти грех, понятно, что жалом ужалили, отравился, умер. Жало – грех. Грех ужалил нашу природу, мы отравились, умерли духовно. А сила греха – закон. А если, как, что не запрещено, то разрешено. Вот и весь принцип. Когда нет закона, мы не чувствуем греха. Мы что-то делаем и скажем, а что у меня, что плохого, кто запретил? Ведь очень часто и в наше время мы ссылаемся на то, а где в Библии написано? Ну, еще бы в Библии было написано про все наши художества 21 века. А их еще, допустим, тогда некоторых и не было, там, суррогатное материнство. Вот ничего Моисея не написала, в Евангелии ничего не сказано. Вот и в этом смысле сила, значит, как-то, сила греха – закон. Когда есть закон, тогда греш становится грешным. Вот для чего закон и был дан – чтобы люди увидели себя грешными. Слышал, что буддистские монахи тоже практикуют безмолвие. Оно тоже самое безмолвие, что в христианстве. В чем различие? Различие буддийского монашества от христианства в том, что в нем нет покаяния. Буддизм не знает покаяния и не нуждается в нем. Там есть духовные практики, которые ведут к совершенству. А значит, нет самой исходной позиции христианского покаяния. Потом, что значит безмолвие буддиста? Христианин, он идет через то, чтобы увидеть себя грешным, а очистившись от греха соединиться с Богом. А буддийский монах должен увидеть себя Богом. Буддийский святой отличается от несвятого чем? Он говорит, его обычный человек спрашивает, ты Бог? Он говорит, да, я Бог. А разница только, что и ты Бог, но ты этого не видишь, а я вижу. Таким образом, все-таки буддийское монашество, оно имеет некоторые принципиальные отличия от христианского. Там не построено все ни на плаче о грехах, ни на покаянии, а там путь совершенствования. Плюс в том безмолвии есть все, что хочешь, кроме Бога. Там есть энергии. Они говорят об этих энергиях в самых разных видах. Ведь буддист, он просто-напросто не верит в Бога, Отца, Творца, Неба и Земли. У него есть космос, и у него есть влияние с космосом, общение с космическими энергиями и, в конечном счете, переход в нирвану. Но у него, он не знает Бога. Бог абсолютно. Как? Абсолютно. Ну да. То есть, в этом отношении есть принципиальная разница. Да, буддийское монашество – это тоже путь, которым шло человечество тысячелетиями даже. Но от христианского монашества оно отличается. Если я являюсь крестным для двух младенцев, мальчика и девочки, когда они вырастут, и если вдруг полюбят друг друга, то могут ли жениться? Ведь они духовные родственники. Нет, они не духовные родственники. Если у меня два крестника, то эти крестники между собой ни в каком духовном родстве не состоят. В духовном родстве состоит только крестный с крестником и с родителями крестника. Вот родители крестника – это мои кумы-кума. Вот на них я не имею права жениться и выйти замуж. Допустим, я стал крестным, а у крестника, ну, есть мама. А я, допустим, не женатый. Почему бы мне на его маме не жениться? Не имею права. Вот тут я вступаю в степень духовного родства. А эти два ребенка, да, не будут иметь права создать брак. А не крестная мама, а не русская церковь, а не русская церковь? Как? По традиции русской церкви этого не делается. Расскажите, пожалуйста, о молитве Сорокаус за здравие и за упокой, читаемой в храме. Кто, когда ее читает, что она включает? Одни и те же молитвы в течение сорока дней, или разные, или что чтение, или это чтение Псалтирии. Можно ли также молиться дома? Сорокаус за здравие и за упокой имеется в виду читаемые в храме. Сорокаус в храме – это вообще совсем другое, чем тут в записке спрашивают. Сорокаус храма – это евхаристическая молитва. Это значит, что в течение сорока дней за каждым богослужением, в идеале служба, если каждый день, то ежедневно, за этого человека вынимаются частицы о здравии и упокоении. Он поминается поименно, и по окончании литургии эти частицы сыпаются в святую чашу со словами «О мой Господи, грехи сде поминавшихся, кровью той честной, молитвами святых твоих». То есть, это евхаристическая молитва. Что же касается там Псалтирии и всего остального, это не имеет отношения к сорокаустам, которые вы заказываете в храме. В храме заказываемые сорокауства – это евхаристическая молитва. А люди сами читают Псалтирь, есть неусыпаемая Псалтирии и так далее. Это другое совсем дело. Диагноз шизофрения. Как быть в этой ситуации? Не унывать, не паниковать. Верующему все возможно, и Бог все может. Это означает, что надо тщательно и регулярно исповедоваться, причащаться, и, возможно, по благословению духовника, там, собороваться или проходить какие-то еще другие молитвы. Бывают и такие молитвы, как отчитывания. Господь в силе помочь, и от этой болезни тоже человек может поправиться. Либо совершенно, либо хотя бы в такой мере, что он может полноценно и нормально не только жить, но и трудиться. То есть, в любом случае, Господь может. И тут надо, конечно, потрудиться. Почему считается, если не будет монастырей, не будет и благодати Божией на городах? Ну, это, конечно, из таких народных верований. Ну, в общем-то, и у Иоанна Лесичника тоже подобные вещи есть. Ну, он, например, говорит, что ангелы для монахов, то монахи для людей. Монах во плоти ангел, да? То есть, все-таки, монашество – это некое внутреннее духовное совершенство, которое имеется в церкви. Это высочайший дар Божий, который имеется в церкви. И в этом плане, конечно, монастыри, они всегда были такими средоточиями духовной жизни и благочестия. Правда, иногда без греха и искушения это нигде не бывает. То есть, не надо думать, что святым делает сам по себе монастырь. Три записочки еще быстро. Поэтому святость везде, и Бог везде, а не только в монастыре. Но монастыри – это, конечно, Господь говорит, что кто оставит всех и пойдет за ним, дар девства. И в этом плане, да. Если исчезнет монашство, оно не исчезнет. Потому что ни один из даров Святого Духа в церкви не исчезнет. А девство монашеское – это и есть один из этих даров. Надо отделять десятину в церковь. А, вопрос, да. Да, все христиане, они, естественно, должны содержать церковь. По Ветхому Завету – десятина. А Господь сказал, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете в Царство Божие. Многие христиане считают себя свободными от десятины. Мы и правда свободны от нее в том смысле, что можно и больше давать. То есть, у нас нет жесткого закона, но содержание церкви – это долг и обязанность, конечно, каждого христианина. Формы этой десятины могут быть различны. Но, как у пророка Малахии сказано, вы обкрадываете Бога. Чьи? Десятинами и приношениями, если вы их не даете. А испытайте Бога, не залью ли я на вас благословения, если вы их принесете. Поэтому, если сомневаетесь, и еще этого не делали, попробуйте и увидите, как Бог начнет вас благословлять. Скажете, да мне негде, я и так концы с концами не свожу. А потому и не сводишь, что Богу не даешь. Может ли спастись душа у иноверца, например, мусульмана или буддиста? Можно ли по делам верующих судить о наличии… Так, ну все-таки это не от тараторий что-то, ответ так просто. И в психологии есть понятие самооценка. Заниженная самооценка не позволяет личности развиваться полноценно. Иногда похвала и поддержка благотворно влияют на личность. Как это согласуется с православием в помощь психолога личности с заниженной самооценкой? Да, все надо брать в целности, в комплексе. То есть, действительно, иногда человека надо поддержать. Иногда надо его не отругать, а чуть-чуть похвалить, и он будет более того стараться. То есть, есть у нас у православных такой, простите, бзик. Мы начитались, и Анна Лесичника, и еще других. И давай всех смирять. Смирение же святая добродетели для начальных, и для средних, и для совершенных. И мы начинаем всех смирять. И делаем это очень грубо. А потом еще кричим, вот видите, он не смиряется. Все-таки надо смиряться. А других, как Господь даже про себя сказал, и льна курящегося не угасит, трость надломленную не преломит. Мы должны быть очень внимательны. к другому человеку, и где-то ищадить другого человека, быть бережливыми даже. Поэтому вот не увлекайтесь смирять. Смирять – это, если мы уже говорили, на все-то надо иметь благословение, а вот на это-то надо трижды иметь благословение. Когда ты имеешь благословение церкви, скажем так, смирять. Да, вот игумен поставляется, кстати, не случайно, игумены у нас поставляются ни много ни мало, даже не епископам, а священным синодам игумена монастырей. Вот, то есть, чтобы смирять, это очень такое опасное. Поэтому смиряйтесь, и все будет хорошо. А смирять – так, поостерегитесь с этим занятием. Ну, хорошо, про эту тему, может быть, завтра коснемся, хотя, в принципе, тема обсуждалась многократно. Завтра, в это же время, на этот год, наша последняя беседа, последние три ступени, и на это мы уже разойдемся на каникулы. Продолжение следует...